Всем привет! Сегодня у нас такое про косметику. Я такого вообще не припомню, чтобы снимала, уж в самом-самом начале канала, типа 10 лет назад, давным-давно. Хочу рассказать про косметику, которая мне не подошла, не понравилась и точнее, которую я никогда не повторю к покупке. Мои нелюбимчики, мой хейт. Первый дисклеймер. Если вам эта косметика нравится, я не претендую. У всех разные типы внешности, кожи, характеристики, желания разные. Мы выбираем разные запросы, требования к косметике. Вам это может подходить. Не хочу вас обидеть или как-то, не знаю, занизить ваш выбор ни в коем случае. То есть то, что я показываю, вы можете с этим быть не согласны, лично к вам это никакого отношения не имеет. Второе. Есть средства хорошие, что-то я буду хвалить, но, чтобы вы знали все, что в этом видео покажу, я не повторю к покупке это средство. Давайте начнем с люкса потихонечку, будем подешевле вещи брать. Здесь у меня парфюм, как удивительно. Здесь это чисто индивидуальная история. Кому-то он может понравиться. Я его передарю. Он мне фактически, видите, полный, чуть-чуть. Это Манджера Роуз Ваниль. 60 мл у меня здесь. Вот у меня уже стоит 2 или 3 года. Он очень хороший, он очень качественный, чем мне лично не подходит. Слишком сладкая, стойкая ваниль, и она не выветривается. Я люблю парфюмы. Вот это очень, просто он капец какой восточный. Вот это чисто арабской женщине парфюм. Поэтому он мне не подошел. То есть характеристики, качества, вообще присмотритесь к этому бренду, хорошие. Но по вкусу он мне просто не зашел. То есть качество хорошее, а лично мне не подходит. То есть никак не хочу обговнякать это. И просто скажу, что вот парфюм мне не подошел. Он стоит без дела. У меня еще какие-то миниатюрки с ним попадались где-то в покупках. Я ими тоже пользовалась. Но не мое. Даже зимой в холодном, в восточном нашем климате дождливо. Это чересчур ванильно. Не выветривается. Оно душит меня. Поэтому если сильные морозы, как в России, например, или в Сибири, эта история может подойти. Я отдам его маме, подарю, потому что она любит сахар, жженое, ваниль и всякое такое. Дольче Габбана, Деуан, черный, который это ее любимый. Это очень похожий парфюм. Поэтому вот в морозы сибирские это согревающая хорошая штука. В Турции просто не по климату или надо быть супер-мега-любителем. Дальше люкс у нас. Это пудра от Клей Депо. Что у меня за пудра? Это Translucent Powder 26 грамм. Да фига здесь. Я ее пользуюсь каждый день. Но с той целью закончить и больше я ее покупать не буду. Здесь посмотрим, сколько у меня еще видно. Там нет. Ну половина точно есть. Все сыпется. Это неудобно. Я ей постоянно дышу. Вот этой пуховкой, конечно, не пользуюсь. Пробовала, но она просто остает белые бежи такие на лице. В чем минус? Она не матирует. Это Translucent Powder. Пудра все равно что-то должна матирует. Ничего вообще. Для супер-мега, наверное, сухой кожи это будет хорошая пудра. Для жирной, склонной к жирности или комбинированной кожи вообще даже не смотрите к покупке это средство. Очень приятно пахнет сладенько. Очень хороший мелкий помол. Она белая, белая вообще вот просто без комментариев. Пуры не забивает, но она тут же в них проседает, очень быстро абсорбируется жиры кожные. Она вообще ни о чем. И она очень выбеливает. Я летом этим мало пользовалась, потому что если кожа загорела, соответственно, у меня тон потемнее. Если ее сверху, она прям выбеливает лицо. Я к тому, что может быть это неплохое средство, но отмечу, что есть бренды подешевле, гораздо лучше, даже из люксовых, лучшим с характеристиками. У меня мой запрос был матирование вообще мимо. Она приятная, такой приятный люкс, люксович и все. Она приятная, шелковистая, хорошо пахнет на любителя. Кому-то нравится. Покупала по рекомендации подружки, ей подходит, она любит. Ни в коем случае ничего против не имею. Просто по моим характеристикам она мне не очень подошла к моему типу кожи, к моим запросам. Тут у нас тени. Тени, которые я не повторю. Это Визиарт. Это Paris Edition маленькая. Она в России, кстати, у вас Визиарт продается в Ильдеботе. Я ее где-то за границей когда-то покупала. Я ее покупала на пробу, потому что их очень сильно охватывала Наталина когда-то. Так как, фу, видите, все сыпется, крошится. Они, кстати, на магнитиках эти рефилы вываливаются. Вы видите, о, нифига она использовала. По факту я использовала вот эти два, а вот эти три разбились. А вот эти, вот это вообще практически не сводчины даже. Неплохие, а не обычные. Обычные тени. Сейчас гораздо на рынке много всего лучше. Есть Наташа Динона лучше, другие бренды лучше. Вот это такое себе. Это устарелая история, скажу вам честно. Я не могу их все добить. Не знаю, куда идти. Выкинуть жалобу, что они дорогие были. Ну, наверное, придется. Я, наверное, дочке отдам играться. Потому что вот эти все рефилы разбились не потому, что они у меня выпадывали. Они на магнитиках. Вот тут выемки такие. Вот подцепляешь, оно выходит. И у меня все разбились, раскрошились в путешествиях. Хотя была раза три всего. Короче, цвета тоже эти так себе. На самом деле какие-то рыжие. Вот дешевые. Вот эти шиммеры колхозные. Понимаете? Не знаю, как это по-другому писать. Блески эти дешманские. Как вот ощущение палетки Ruby Rose какой-то. Вот так вам скажу. Именно эту палетку вообще никому не советую. Есть лучшее. Здесь какое-то во всего состояние. Все это грязное. Упаковка дебильная, заляпанная. И много лет, конечно, я не спорю. Но чисто, знаете, в коллекции лежит ей лет пять, наверное. Даже добивать мне буду. Но отстой просто полный. А теперь немножко бюджетненько. У нас здесь выкидывают у меня в мусорку. Пусси, гель для бровей. Крышка вот, пожалуйста. Я вам рассказывала. Обожаю гели для бровей и пусси, которые индивидуальные. По пять, там, шесть миллилитров. Вот в этой шайбе. Она еще даже не засохла. Не советую. Только для профессионального использования. Видите, какой этот внешний вид у этого затертый. Грязный. Это вот из бровей щеточку этого кунала. Засыхает. Банки с соплями какими-то тянется. Кусками на бровях. Потому что этого много. Это только для потока. Когда у тебя есть клиентки, ты мастер бровей. Вот скажу честно. Для своего бытового. Я не говорю, что это плохое средство. Я говорю, потому что такой объем неудобен в использовании индивидуально. Вот маленький. Мне на месяц хватает тюбика с кисточкой, которая их. Месяц оттрабанила. Уже там замарался. Закончил. Все выкинула. Как вот расходный материал каждый месяц отлетает. Вот банка. Нет. Тут в рейтинге у нас есть люкс, как Наташа Динона. Наташа Динона. Мои самые любимые тени. Но вот эти малютки я не рекомендую к употреблению и покупке. Сейчас расскажу, почему именно вот эти. Это вообще старая. Она мне как-то в подарок за какую-то покупку была. Они очень мягкие, вываливаются. Вот сегодня у меня вот этот оттенок золото-зеленый на веки использован. Раз в коем-то веке за год ее и достала попользоваться. Вот это именно палетка. Это у меня Наташа Динона. А еще я дал палет пятерка. Их номер девять. Я думаю, что она их до сих пор продает. На сайте, я думаю, можно найти. Но они старые, самых первые пятерки. Большой размер, а потом такие миниатюрки пошли. Они очень мягкие, крошатся. И вот эта подборка, они просто тупо все одинаковые на веках. Они чуть-чуть отличаются, понимаете? Вон, серая гамма. На веки одной грязи смешивается. Именно вот эта формулировка номер девять палетки, я вам не советую. Это все одинаковые. Все эти цвета есть в палетке там Glam или еще какой-нибудь, которые попозже выходили. То есть, я бы вот это сейчас, если это продается, не купила. Это не нужно. Это есть в больших ее палетках. Там разные разновидности. Вот эти вот. Но это может быть только, знаете, кому удобно. Визажисту, который с невест каких-нибудь красит, часто использует шиммер. И вот это подборка шиммеров таких. Ну, такое себе. Уже это устаревшая история. Я никогда нормально не пользовалась. Видите, как все раскрошилось. Какого у этого вид. Но если у меня спросите, какие любимые тени, это у меня всегда, я всегда крашусь только Наташей Диноной. Две вот этих малявочки. Это мини-лофф пеллет и мини-голд пеллет. Не советую именно эти две к покупке. Почему? Вот это вообще мини-формат хороший. Это нет. Она очень-очень пигментированная, темная, яркая. Эти два шиммера, они очень дешевые смотрятся. Но она реально, вон, розовая. Короче, это не носибельно в повседневности. Я этой палеткой, ну, рука к ней не тянется. Красивый оттенок только вот этот. Вот он, какой-то переливающийся. Но он очень яркий, розово-золотой, типа дуахром такой. Короче, здесь нет никакого растушевочного. Все это очень розово-ярко. Все какие-то фиолетово-розовые яркие глаза будут. Ни коричневого для растушевки, ни как-то поспокойнее бы они их сделали. То есть, ну, такое, не носибельно. Это для акцентов. Вот можно из этой палетки брать что-то, когда ты делаешь другой макияж, ну, блестяшку, например, отсюда взять, там, еще что-то такое. Но это вообще не юзабельно брать с собой в путешествие. Ты с ней много чего не нарисуешь, очень ярко. Либо эта палетка мини должна очень сильно подходить к твоей внешности, чтобы ты в этих цветах была заинтересована. Поэтому я и не пользуюсь. Не знаю, куда ее девать. Руки к ней вообще не тянутся. И вторая точно такая же. Я сама покупала на какой-то скидке в Сифоре. Это мини-голд, потому что у меня большой голд не было. Я хотела попробовать. Зеленые, скорее всего, оттенки просто не мои. Хотя зеленый цвет мне в одежде много что подходит. Но тени, макияжи зеленые не очень. Что здесь? Из интересных только вот этот, естественно, оттенок. Он называется Dior, типа дуахрома. Но они все, они не зеленые на самом деле, они желтые. Это грязно-черный, это зеленый, это растушевывается тоже в рыже-зеленый. Все-все какое-то рыжее, грязное. Вот эти цвета тоже опять. Здесь недостаточно каких-то оттенков для растушевки или чего-то для моего цветотипа. Это для брюнеток. Это с рыжак, кому идет вот это. Это для меня вообще неподходящая палетка лично, я же говорю, мои вопросики, да. У меня и к качеству вопросы. Многие говорили, что малявки вот эти качества похуже, чем большие палетки. Что-то я походу к этому прихожу. Поэтому маленькие ее палетки я не покупаю. У меня вот две и те шиммеры, и все. Я больше у меня руки не тянутся. Я лучше куплю большую классную палетку. А тени, которые я вообще никому не советую. Я знаю, что это популярно. Я вообще наткнулась в ютюбе на видео, где визажист за деньги людей красит. Вот этим. Вы скажете, ну а что такого? Нормальные палетки. Это плохое качество. Здесь видите, она вообще фактически... Я вам до этого показывала, у меня две тропик. Там у них какая-то еще была. У меня такое уже было. И видите, ничего не тронутое. Даже вот эта конопля не стертая. Плохое качество. Все миловое. Плохо растушевывается. Питнит, быстро осыпается. Короче, это целая канитерия. Я не знаю, как можно профессиональному хорошему визажисту работать на тенях революшн. Это для бытового домашнего использования, когда ты хочешь поиграться, попробовать и так далее. Качество вообще отстой. Условно, Наташа Динона. И это рядом вообще не валялось. В бюджете гораздо лучше есть. Это красиво выглядит. Но по факту это грязь. Это миловые тени. Отвратительного качества. Все вот эти шиммеры. Все осыпается. Это только на какую-то пазу наклеить для глиттера клеить. Короче, дофига геморроя и мороки. Я к этому даже не прикасаюсь. То есть надо мне просто ликвидировать эту палетку. Вот далее же, даже для примера. Видите, они все затертые. Они не пользованные. Один-два сводча, все затерлось. Что-то передалось? Нифига нет. Видите? Они пигментированные в палетке. Но не пигментированные. Вот этот красивый вообще. Смотрите, какой он блеклый. Какой в палетке, какой на пальце. Вот, смотрите, чем это передалось. Вот он. Ничем на самом деле. Окей, возьмем глиттер вот этот. Это просто рандомные кусочки блесток. И у них нет никакой базы. Видите? Смотрите. Вот я провожу. И у них нет вообще никакой клейкой, вязкой базы, чтобы они куда-то прилипли. Вот. Они все осыпаются. Они царапают века. Но это жесть. Это просто жесть. Так что у Revolution, у меня есть до сих пор Adjuster Revolution для разбавки тональных средств. Белый и коричневый. Они очень классные. Мне нравятся. Вот эта косметика, именно тени их Revolution. Makeup Revolution London. Девочки, не тратите деньги. Они красивые, яркие оттенки, но качество теней отвратительное. Дальше. Немножко люксы у нас. Вот такие. Помните? Jelly Beam от Farsali. Лет 7 назад. Это было очень круто. Желевый такой хайлайтер был. Он засох. Его можно и сухим использовать. Не пользуюсь никогда им. Фигня полная. Это был интересный продукт. Это был запуск чисто на полгода. Все повизжали, видео поснимали. И потом качественно забыли про это средство. Это очень яркий. Он сейчас уже не яркий. Когда перестал быть гелевым. Хайлайтер. И вообще сейчас не видно. Его прям натирать надо. И можно сейчас пользоваться чисто там на тело что-то. Немножко так. Немножко у нас косметики. А то Анастасия Беверли Хелл съесть. Сразу скажу. Люблю у нее блески для губ. У Анастасии с блесками. Очень красивые шиммеры. Они не такие старомодные на самом деле. На губах чувствуются блесточки. Но красиво. Очень красиво. С помадами на губах смотрится. У меня набор был прям там четверка. Они все мне нравятся. Я думаю некоторые посмотрела вчера в Сифоре повторить. А их уже не производят. Ну а на самом деле они похожи и есть. Она им названия другие передела. Но найти можно. Здесь у меня помада матовая. Называется оттенок Краш. Отвратительная помада. Она очень рыжая. Мне она вообще не подошла по цвету. Она типа как бы розовая. Но по факту она очень мягко-мягко-рыжая. И смотрится на губах на моем цветотипе. В чем минус оттенки? И цвет это чисто дело индивидуальное. Минусы матовые помады, которые были крутые. Она прям бомбанула лет всем назад. Помните? Ими все их скупали. Это было очень круто там. Ладно, цвет еще как-то и с этим можно ее под карандаш какой-то розовый. Что-то сделать с ней, компенсировать. Розовинку дать. Но огромный минус. Отвратительно сухая. Западает. Она у меня сейчас чуть-чуть здесь в центре на губах. Подчеркивает все неровности, сухости, если есть. Складочки. Я даже купила у Анастасии под эту помаду базу, под матовую помаду. С ней она более-менее держится. Не такая она сухая и не кухожит губы. Но это отвратительное нечто. Пришло время с ней прощаться. Второй продукт Анастасии Беверли Хиллс. Это блонд оттенок. Тинт для бровей окрашивающий. Это уже я его не повторю. Он до сих пор продается. И вам не советую. Уже много крутых, классных и бюджетных средств для бровей существует. Это старая формула. У меня все еще не заканчивается. Не знаю, куда его девать. Он очень желто. Видите? Он просто золотой. С шиммерами, с блесками. Как высветлитель для бровей, для блондинок можно. Но вообще не носибельный вот этот оттенок блонд. Это просто гель для бровей, красящий. С шиммерами, с блестками. Не просто он дает таповый или даже рыжий какой-то оттенок. Там тупо блестки. У тебя блестящие брови. Это мой второй бутылек. Я одним пользовалась. Мне нравилось. Скажу почему. Потому что лучше на рынке тогда не было. Я купила второй, но уже так со скрипом. Что тоже лучше ничего не было. А сейчас в последние года два-полтора очень много бюджетных всяких средств для бровей. Точно таких же, как это, и еще лучше. Это вообще нифига не фиксирует. Эта штука осталась в продаже у них. Я не знаю, почему-то не снимут или не переделают как-то. Но это все прошлый век. И к покупке, кто планирует, не рекомендую. Вам есть лучше, круче. Не фиксируют какие-то блески. Какая-то фигня на самом деле. Вообще. Это потеряло актуальность. И вот на рынке сейчас вообще не покупайте, если кто-то думал. Ну, давайте также про вот такие жидкие моменты. Блеск для губ от Kiko. 3D Hydra Lip Gloss. С огромными 3D блесками. Номер 27. Самый светлый. Я знаю, что есть фанаты у этой косметики. Пожалуйста. Это лично мое. Я не люблю косметику. Блески, как минимум, Kiko. Тени тоже меловые. Мне не очень нравится для века. Они не суть. Ну, это бюджет. И просто я считаю, что Kiko для бюджета цена завышена. Будем честны. У нас здесь Турция, она тоже такой средненькой цены. Ну, не дешевая. В Россию, когда вам привозят, тоже накручивают. Я думаю, что Kiko можно покупать в Италии, где ее делают, где ее реальная цена. Я считаю, что для этого качества цена высоковатая. Была бы подешевле, вообще бы цены не было. Классно было бы. Я бы подумала, чтобы покупала что-то. Но за деньги, которые ты плачешь, хочется получше. Вот, кстати, про... Смотрите, сейчас полетит. Опс! Видели? Он стреляет. Это мой урок физики. Дочка меня научила про блеск для губ, потому что она узнала. Ну, дешевый, липкий, вяжущий с блесками. Оттенок неплохой, но я им никогда особо не пользовалась. Эффекта качества, как назовем так, заменой в Сан-Лорану и всему люксу, нет. Это сразу чувствуется бюджетное качество. Сладкий, химозненький аромат, конфетки какой-то, как и всегда есть. Ну, я что скажу? Это обычный, недорогой бюджетный блеск. Опять же скажу, что сейчас по этой цене больше предложений на рынке, как минимум в России точно, где можно лучше, приятнее для губ купить блески, чем вот этот. То есть цена и качество просто, на мой взгляд, не соответствуют. Я поэтому Кико, Милана, я не говорю, плохая косметика. Я говорю о том, что я просто поняла, когда я начала что-то пробовать, там, тест. У меня корнер возле дома есть, их вообще 24 на 7 могу там находиться, все тестить. Я хожу по свой, что интересно, у них хорошие коллекции интересные, идеи, оттенки и всякая пудра. Там у меня подружка очень любит ее пудру, их компактную, ей нравится. Она очень какой-то люксовый ей напоминает и так далее. Но это не люкс. Напоминает около похоже, да. Но люксом не является. И для своей цены бюджетной я считаю, что цена завышенная у этих средств. То, что мне не пригодилось, скажем так, видите, заляпанное. Это у меня Perfect Cream Contour Refill 01 оттенок холодный taupe от Chic. Короткий до сих пор, заляпанная вся эта история. Хорошо, что купила Refill, а не полную эту фигню. Кремовый контур. Чисто моя история, он мне лично не подходит. Я просто кремовыми продуктами не очень люблю пользоваться. Неважно, он бы был или какой-то другой бренд. Одно скажу, он очень хороший taupe, очень плотный. И он оставляет... Я просто... Это моя проблема. Я не умею хорошо пользоваться с кремами и продуктами. И для меня он пятнит. У него легко поставить пятно. И он такой... Может быть, со временем стал таким плотным, вязким. Растушевать прям ощущение. Надо хорошо растушевывать его синтетической кистью, чтобы не было, короче, пятен каких-то темных. Тянуть вот так вот кожу, вот этим всем заниматься и тратить на это время смысла вообще не вижу. Когда можно взять сухой пигментированный Kevin O'Conn. Мои лучшие уже лет пять, наверное, корректоры, контуры именно. Пожалуйста, два прикосновения. Такая же пигментация, как у кремового продукта. Оттенок точно такой же. И чик-чик, и ты кожу не трешь. Не надо напрягаться. Он просто с кисточки соскакивает тебе на кожу. Очень темный. Есть там три оттенка. Light, medium и темный-темный. Поэтому, короче, выбери просто свой оттенок и радуйся жизни. Не надо вот это все тереть, наяривать все это. На лице растягивать кожу. Забивать поры вот этими с непонятными там какими-то... Маслянистыми компонентами, вязкими. Ну, такое себе. Поэтому это я просто не говорю плохой. Это не мой продукт. Мне он не пригодился. И карандашики для губ и всякое такое. Из последних свежих покупок. Кстати, жалею, что купила. Это Broward Simulator от компании Love Generation номер один. Это маркер для бровей. Такой вот с четырьмя зубчиками. Мне очень-очень понравился их карандаш. Я обязательно... В этом же оттенке, в этой же серии повторю. Мне очень нравится. И буду еще покупать. Вот это зря. Жидкий, полупрозрачный. На моих... Именно мне бровя, мои мне подходят. Карандашом мне проще. Им трудно нарисовать форму этот острый край. Ну, в смысле, границу. Это для заполнения проплеш. Но у меня тут особой нужды в нем нет. Так что валяется. Беземорно засохнет и выкину. Хочу. Не подходит мне просто. Карандаши. Не нравится мне ТФ. Это ТФ косметик. Что за косметика ТФ? Я не знаю, как это расшифровывается. Бренд. Это тоже ТФ. Нет. Стой. Мне не нравится. Сухие, ломкие. Фигня, короче говоря. Есть бюджетные, помягче, покруче. Люкс визаж, например. Обожаю. 52 и 74. Оттенки карандаши для губ, которые, правда, точить надо. Но оттенки просто шик. Мягкие. Да, быстро от этого заканчивается. Но нежные. Очень как люксовые карандаши. Вот это бюджет. Это сразу чувствуется. Нет. И у меня целая подборка карандашей. Мисс Таис. Я этого насмотрелась на ютюбе. У меня два одинаковых. 780 у меня есть. 713. 769. 726. Ну, вот это цветные фиолеты для глаз я смотрела их. Карандаши. Профессиональный карандаш для глаз. И вот остальные у меня для губ. Все отстой полные. Извините, кто это любит. Это очень-очень сухо. Во-первых, оттенки не такие, как заявленные. Ну, вот, например, на вот этом кончике, да. Вы посмотрите. Это вообще одинаковое что-то. Это рыжая фигня. И он, типа, вот такой фиолетовый. Это вообще где и как надо нанести, чтобы он стал вот таким вот фиолетовым, как здесь. 50 слоев, что ли? Что это? То есть цвет вообще не соответствует. Окей. Вот этот берем. Оттенок. 769. О, он такой по-розовее. Вот это более-менее на правду похож. Но на губах он прям желтит, на самом деле. В ржану уходит. Короче, вот эти рыжащие оттенки мне это все не подходит. Это все? Нет, 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 нет. Очень сухие. Очень крайне сухие. Я прям ощущаю, что царапаешь губы, когда им красишься. Знаете, до стервенения. Поэтому не советую. И даже они стоят копейки вообще. Но мне даже жалко потраченные копейки на них, потому что просто тупо потратить время. Отразительные продукты. Скажу, люкс-визаж лучше. Вот такие у меня негативные отзывы на косметику, что лично бы я не повторила. Напишите в комментариях, какие у вас сейчас раздражающие такие продукты, которые бы вы не повторили уже никогда и ни за что. Будет интересно почитать, присмотреться. Может, я там что-то увижу, то, чем я сейчас пользуюсь. Вполне возможно, все люди разные, разные типы, все разные запросы к средствам. Спасибо за ваше внимание. Жду комментарии под видео. Скоро увидимся. Всем пока.